Друзья, дорогие, приветствую вас. Я хочу рассказать о том, как меня приняли в госпрограмму содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Может быть, еще там какие-то слова есть. Но, в общем, программа переселения или программа соотечественников, если коротко ее можно назвать. Так, в общем, подавала я заявление. Вообще, очень я затянула. Собиралась подавать заявление, когда пройдет полгода с момента получения РВП. Хотя можно было собрать сразу. И тогда бы я, наверное, решилась сделать это быстрее. Поначалу я хотела включить в эту программу своих сыновей. Потом получилось, что второй сын не получил РВП по глупости. То есть он уже был в подаче, ему нужно было донести медицинские документы. И он опоздал. То есть дается там 30 дней сроку, он опоздал, не подал эти медицинские документы. И ему был на этом основании отказ в выдаче РВП. Или отказ в рассмотрении, не помню точно. Но факт тот, что да, это отказ. И после него он может подавать только через год. Год еще не прошел с момента отказа. Сейчас, секунду. Так, затем, в следующий заход, ладно, один сын отвалился. Значит, тогда я думаю, ну хотя бы одного включу из сыновей, из двоих сыновей. Я включила, и перед самой подачей я почему-то передумала. Я подумала, что, наверное, будет нам выгоднее подавать по отдельности. Мои соображения были такие. Тот, кто подает, получает подъемные в полном размере, а члены его семьи в половинном размере. И еще какое-то соображение, потому что он медленно, ну то есть он только подал на РВП. И его, я решила не ждать его и получить, и подать на заявление, заявление на госпрограмму самостоятельно. Вот, тогда он, да, пока я, в общем, собирала, что-то у меня было еще не в порядке из документов. В общем, таким образом получилось, что прошло еще полгода, и только в январе я пошла и подала заявление. А тут уже с Нового года вступила новая миграционная политика, которая, впрочем, как говорили сотрудники ОВМ, отдела по вопросу миграции никак не изменилась в отношении госпрограммы, во всяком случае. Однако же, все-таки, кое-какие мелкие изменения произошли. На госпрограмму заявление выглядит, ну, вы видели в моем видео, если не видели, то ссылку в этом видео вы найдете в углу экрана, или в моем плейлисте «Мигрантам в России», «Иностранцам в России» называется мой плейлист. Если, так, бланк заявления выглядит определенным образом, но он очень похож на РВП, он по образцу заявления на подачу на РВП сделан. И документы там примерно те же, да? То есть, ну, естественно, вам нужно подтвердить свое рождение. Свидетельство о рождении предоставляете, предоставляете и копию свидетельства о рождении предоставляете. Паспорт, конечно же, натурально заверенный, с переводом. Документ об образовании, то есть, если он на иностранном языке, то тоже с переводом. Там такие нюансы, если документ на двух языках, там, язык вашего государства и на русском, но печать стоит круглая, без перевода, только на языке государства, то вам перевод придется делать. Если бы в печати было два языка, то есть, язык вашего государства и русский, вам было бы проще. Так, я прошу прощения за камеру, она не хочет сфокусироваться. Так, дальше что? В общем, подала заявление, потом сотрудница отдела по вопросам миграции продержала его у себя, так как заказала справку. И надо сказать, что по госпрограмме, ну, у нас движение, видимо, небольшое, поток не очень большой, у нас все делает в УАНД, в нашем, в Советском районе. Всем занимается одно и то же лицо, то есть, РВП она принимает, регистрацию временную она делает. Вот, ну, там уже патентами занимаются уже другие отделы. Вот, а все, что касается регистрации и госпрограммами, занимается этот же человек. По-моему, в Октябрьском здесь, в районе, точно так же. Может быть, и у вас такая же, может, у них вообще так принято. Так вот, она продержала еще у себя, потому что она заказала справку. Да, что я хотела этим сказать, что один и тот же сотрудник, просто за это время вас уже так хорошо узнают, и она сказала, что обычно у нас мы своих претендентов на госпрограмму, кандидатов на госпрограмму должны знать очень хорошо, вплоть до того, как она сказала, какого цвета занавески на кухне. То есть очень тесно мы с ними взаимодействуем, сказала она. И поэтому вот какие-то такие жесты доброй воли, то есть вас не гоняют в адресное бюро за справкой, или какой орган должен выдать, я не знаю. Вернее, я знаю, я сама была в этом отделе, но ту справку, которую выдали мне на руки, и ту, которую выдали ей, это две большие разницы, как говорят в Одессе. В моей справке она, к сожалению, у меня не сохранилась, потому что я ей подавала для другого дела. Было просто жилец номер один, или как там, гражданин номер один, не помню. По-моему, жилец номер один, жилец номер два, жилец номер три, и моё фамилия, имя, отчество. Моя фамилия, имя, отчество. Справки, которые она получила, там полностью указаны все жильцы, их полными именами, фамилиями, отчествами, плюс ещё двое. В моей справке было четыре жителя, прописано у моих родителей. А оказалось, что там ещё прописан мой брат с женой, двоюродный брат с женой. Вот. Об этом я узнала, когда мне эти документы выдали на руки. В общем, короче говоря, то есть у ней прошло ещё дней десять, ну, может быть, семь, когда она мне позвонила и сказала, что нужно то исправить и это. То есть она ещё не дала ход, то есть она дожидалась, когда придёт эта справка, и не давала ход этому делу. А к этому моменту она увидела какие-то ещё ошибки, вызвала меня, и мы с ней исправили всё это вместе. Ну, всё, я так поняла, что с этого момента, то есть мы поставили дату, с этого момента дело запущено. Однако же спустя месяц, то есть я в январе подала, спустя месяц мне звонят из этого отдела и говорят, что вернулись с отдела, где рассматривают эти заявления на госпрограмму, с рядом замечаний, нужно их исправить. Оказалось, что копии этих документов должны заверяться не самим сотрудникам ОВМ, принимающим ваше заявление, как это было раньше, до этого, до 2019 года, а копии этих заявлений, документов должны быть нотариально заверенными. Кроме того, изменилась форма, то есть форма, которую я подала, не годилась. Так, а сейчас я посмотрю, что здесь есть. Сейчас я вам, может быть, покажу. А может и нет. Это расписка. Так, вот так было заверено. Ну, пожалуйста, ну камера. В общем, видите, вот у ней такой штампик есть у сотрудника ОВМ. Копия верна, она ставит подпись и все. А вернулась с замечанием, написано, нотариально. Карандашом подписано. Так. Пришлось мне снова ехать в университет, брать у них свой диплом, который у них хранится. Снова идти к нотариусу со всеми этими документами, свидетельством о рождении, свидетельством о заключении брака, диплома. Идти к нотариусу, заверять все это. Так, и что еще? И все. Так, заявление вот такого образца не годится. Так, здесь фотку вырезали. Здесь еще сверху, да, вот в этом углу, еще такая есть, ну, сведения о форме. Форма такая-то, утверждена таким-то органом, изменена. В общем, здесь строк 8-10 мелким шрифтом нужно добавить. Больше, по-моему, нет никаких изменений. И мы сидели с этим сотрудницей ОВМ, кстати, не той, которая принимала, а та, которая ее заменяла, моя ушла в отпуск. И мы сидели и бились над тем, чтобы весь документ не менять, чтобы все эти изменения вошли на один лист, чтобы все остальное не съехало, чтобы не перепечатывать весь документ. Так, да, здесь еще, в отличие от того, что я вам говорила в видео, где я заполняю этот документ, нужно приписать ранее, о гражданстве, пункт о гражданстве, ранее, 8-й, да, имело гражданство СССР. Так, какие еще изменения? Все, вот по этим въездам-выездам, это, конечно, сведение на самом деле не о въездах-выездах, пункт совсем не об этом, пункт о моей трудовой деятельности. Но поскольку я официально не работала, да и не работала, да, будем говорить не работала, то я так и пишу не работала. И именно где, поскольку здесь требуется адрес организации, то я и пишу свой домашний адрес, где именно не работала. Таким образом, я, к сожалению, не запомнила дату, когда это произошло, но, скажем, произошло это в конце февраля. Так вот, в конце февраля, и спустя два месяца, 26 марта, мне звонят из администрации города Улан-Удэ, то есть это органы, не имеющие отношения к полиции, к МВД, звонят и приглашают меня на заседание комиссии, где будут рассматривать мое дело о моем участии в государственной программе. 28 марта я пришла на заседание, там сидели, кроме меня, еще 4 человека. К слову сказать, я, как бы сказать, коренная россиянка, то есть всеми корнями здесь проживаю в Бурятии, и все мои родственники живут здесь, и даже мои дети. Здесь же пустили корни. Остальные, ну, таких, как я, репатриантов, назовем это так, это неофициальное название, репатриантов не было. Все остальные были, ну, судя по виду, как я их идентифицировала, граждане Узбекистана и, ну, может быть, Азербайджана. Вот так мне показалось. Ну, просто почему Азербайджана, по-моему, одного парня я видела, встречалась в отделе по вопросам миграции, и про него, может быть, и про него, кажется, говорили, что... Ну, она как-то упоминала, тут у нас парень тоже подает один азербайджанец, он такой, ну, когда мы обсуждали, какое у меня основание для того, чтобы меня признали участником программы, вот, ну, она рассказывала о нем, что вот так-то и так-то он менеджер, и он принес справку из отдела занятости, городского отдела занятости о вакансиях, ну, что такая специальность востребована. Вот. Ну, мне почему-то вот показалось, что этот парень и есть тот парень, о котором рассказывали. Вот. Я не знаю, как, какова была их судьба, приняли их или нет, потому что меня вызвали первой, и задавали мне такие вопросы. Давно ли я проживаю здесь? Я ответила, что безвыездно я проживаю с 2017 года. Может, набрала? Да, по-моему, с 2017. По-моему, я так и ответила, и, кажется, это не соврала. Ну, если что, у меня в документе-то все написано. А с выездами с 2010 года, то есть живу на два дома, на две страны, дальше меня спросили о том, чем я занимаюсь, ну, вернее, они сразу перешли к делу, что вы поступили, из вашего дела мы узнали о том, что вы поступили на учебу, какая у вас специальность, чем вы собираетесь заниматься, а по окончании учебы чем собираетесь заниматься. Ну, и я ответила, что специальность моя социальная философия. После учебы, да, сказала, я понимаю, что в моем возрасте официально трудоустроиться будет сложно, ну, тогда, значит, у меня будет самозанятость. Я, ну, в крайнем случае, если мне не удастся заниматься наукой официально, то я буду обучать детей готовить к ЕГЭ по обществу знания. Ну, видимо, эта позиция мне понравилась, и вообще то, как я излагала, им, наверное, понравилось. Ну, как вот не взять такого человека, хотя если бы, конечно, на месте работодателя, если быть очень прагматичным, наверное, да, могут быть у кого-то соображения, что я не гожусь, не подхожу к этой программе. Но, с другой стороны, ну, кто, как не я, как я, почему бы меня не взять в программу? Если вы меня не возьмете в программу, я все равно по-любому останусь здесь, легально, нелегально, я буду жить дома с моими родителями, потому что мама моя нуждается в уходе, дети мои нуждаются в моей помощи, с детьми заниматься. Ну, и вообще. Вот. Так. Ну, и подытоживая, они спросили, могу ли, ну, и что, вы остаетесь здесь? Я говорю, да, да, я остаюсь здесь. То есть мое намерение оставаться здесь и становиться гражданином. Все. Они сказали, спасибо, подождите за дверью, мы сейчас посовещаемся. И через минуту пригласили обратно, сказали, да, мы приняли решение взять вас в участники программы, ну, не помню, какими словами, в общем, что вы становитесь участником. Мы вас поздравляем, желаем дальнейших успехов. Мы видим, что человек выцелеустремленный и желаем вам успехов в этом, в ваших делах. Я поблагодарила, вежливо попрощалась, вышла из кабинета и, проходя мимо этих сидящих. Кстати, там очень вежливо обращаются, когда мы сидели, все люди, которые заходили, члены этой комиссии, видимо, то есть мы-то их не знаем, мы привыкли, что у нас как каких-то, ну, что с нами почти как с уголовниками, ну, как вот полицейские привыкли обращаться, с теми, с тем рабочим материалом, с которым они работают. Вот. А здесь прямо так душевно, вежливо, все, кто мимо проходит, здоровается, обязательно приветствует, главное, причем очень вежливо и так, уважительно, уважительно, вот какое слово подходит, отличает их от полиции. А вот, и, кстати говоря, комиссия представляла собой сборище женщин, длинный-длинный такой стол, их, наверное, человек 16, ну, может быть, меньше, ну, человек 15, может быть, вся комиссия, во главе сидит, видимо, председатель комиссии, главная тетенька, все женщины, кто-то в... Ну, вообще, по положению у госпрограммы в комиссии принимают участие органы МВД, ну, то есть раньше это были миграционные органы, миграционных служб, представители, конечно же, городской администрации, занятости, еще что там, ну, еще какие-то, но для этого, то есть я перечислила 3 службы, да, которые принимают участие, а там их сидело человек 15. Как красиво! Вот. Так вот, проходя мимо вот этих сидящих граждан Узбекистана, претендующих на участие в государственной программе, я все-таки не удержалась, хотя до этого мы не общались, не удержалась и сказала «Ессс!» И они улыбнулись, поздравили, пожелали удачи, Я тоже уже уходя, вот так вот вслед ему говорю, вам тоже удачи. В общем, все. И пошла домой радостная. Да, и спросила я сотрудницу вот этого отдела, которое приглашала, ну, которое техническими делами занимается, вызывает, как бы обслуживает. А что теперь? Она сказала, ну, теперь ждите звонка из ФМС ОВМ, то бишь вас пригласят и дальше скажут, что делать. То есть документально мне ничего не дали, то есть я присутствовала на заседании этой комиссии, пока что и только в устной форме получила ответ, свой ответ, да. Что будет дальше, я вам расскажу в следующих видео, а вы следите за моими видео, если вам это интересно. Не забудьте поставить лайк, задавайте вопросы. Я наверняка сбивчиво рассказываю и забыла что-нибудь рассказать. Так что спрашивайте. Все. Я чувствую, вы меня хотите поздравить. Я всем сразу заранее говорю спасибо большое. Все. До встречи в следующем видео. Всем пока. Кстати, это была моя внучка, если что, за моей старшей. Пока. Пока. Пока.